Долой рекламу! Нет, не всю, а лишь ту, которая не соответствует новому архитектурному облику Подмосковья, а именно архитектурно-художественному регламенту, разработанному Главным управлением архитектуры и градостроительства региона буквально недавно, летом 2015-го. Теперь к рекламным и информационным материалам на фасадах зданий предъявляются четкие требования. Это касается правил размещения вывесок, указателей входных групп и подобных конструкций. Она не может быть сделана из баннера, из картона, из бумаги, нанесена краской на фасад. То есть это должна быть нормальная, добротная конструкция, как минимум в виде светового короба, а если далее идти, то это может быть буквы отдельно стоящие, либо буквы на подложке. При соблюдении даже всех требований регламента у организации должны быть в порядке документы, разрешение от уполномоченного органа с указанным сроком эксплуатации. Как выяснилось, к рекламным конструкциям, неопределенное время украшавшим здание под номером 25 в первом советском переулке, претензий масса. Часть владельцев вывесок попросту игнорировала неоднократное предписание отдела контроля за рекламой, а часть баннеров и вовсе осталась без владельцев, которые бесследно исчезли, оставив никому не нужный автограф на память. Планируем убрать максимально то, что будет технически возможно демонтировать, потому что здесь не соответствует 99%. Непосредственно как зарегистрировать, как оформить в соответствующий вид, для этого нужно будет обратиться в управление потребительского рынка, отдел контроля за рекламой. К сведению заказчиков, начинать сбор документов бессмысленно до получения согласия всех жильцов многоквартирного дома либо владельцев помещений здания. Только после получения протокола, подписанного собственниками, будет выдано разрешение на размещение информативных либо рекламных вывесок. Второй момент. При несоответствии принятым регламентом документы возвращаются владельцу на доработку. При злостном нарушении предписания и своевольного размещения рекламы дело отправляется в прокуратуру либо в управление внутренних дел и подлежит рассмотрению уже по статье 14.37 Кодекса административных правонарушений, а именно нарушение требований к установке и или эксплуатации рекламной конструкции. Согласно федеральному закону о рекламе, работа по демонтажу в Щелкове продолжится в соответствии с выданными предписаниями. Ольга Оржанова, Сергей Максимов, Телерадиокомпания, Щелково.